Друзья, всем большой привет! Приветствую вас на своем канале, меня зовут Егор и в сегодняшнем видео мы поговорим про бюджетную безинтракционную катушку с FixPrice за 199 рублей. Сам магазин FixPrice известен своими низкими ценами, но и качество такого товара оставляет желать лучшего. И должны понимать, что от катушки за такую цену, что-то сверхъестественного ожидать не стоит. Что же, давайте откроем коробку и рассмотрим нашу катушку. Вытащив катушку из коробки, по первым ощущениям мне наполнило маракас, так как имеется лязг внутренних деталей. Вес самой катушки составляет 146 грамм, лесоемкость шпули от 240 до 120 метров в зависимости от диаметра лески. Передаточное число катушки 5,2. У многих возможных возникнет вопрос, а что означает это передаточное число? А это соотношение, которое говорит о том, сколько оборотов делает шпуля за один оборот ручки. Например, 5,2 означает, что шпуля делает 5 оборотов за один оборот ручки. Также катушка оснащена переднефрикционным тормозом. Сама катушка выполнена из пластика за исключением механических деталей. Имеется складывающаяся рукоять с кнопочным фиксатором. Это вполне удобно. Шпуля катушки выполнена из пластика достаточно сомнительного качества. В затянутом состоянии она не имеет каких-либо люфтов, но как только ослабляешь фрикционный тормоз, то она начинает гулять, что совсем не хорошо. Люфт также присутствует на рукояти, на роторе, даже на дужке лескоукладывателя. Что же, давайте посмотрим на внутреннее строение катушки. Материал механизмов также имеет огромное влияние на надежность катушки. Шестеренки должны быть хорошо обработаны, с минимальными зазорами. На качественных катушках шестеренки выполняют из латуни, сплава алюминия и цинка. В нашем случае внутренности нашей катушки выполнены из металла неизвестного происхождения. На катушке присутствует подшипник, что вполне неплохо, так как на некоторой катушках подшипник отсутствует от слова совсем. Разобрав катушку, мы видим принцип работы катушки с помощью соединительной тяги. То есть при кручении катушки приводная шестерня приводит в действие шестерню вала и также соединительную тягу, что дает движение оси. Все достаточно просто. Все механические детали обильно смазаны. Реверсный фиксатор выполнен из пластика. Ну что ж, наш обзор подошел к концу. Как вы понимаете, за такую цену вы не получите мощную или надежную катушку, но она вполне подойдет для поплавочного удилища, чтобы был запас лески или сделать запрос снасти на небольшом водоеме или даже на речке. Покупать ли эту катушку или нет, решать только вам. Друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Скоро будет много всего интересного. С вами был Егор. До встречи!